Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на метафорических ассоциативных картах на такую тему. Переживает ли человек за вас? То есть мы с вами проверим, есть ли у человека в душе по поводу вас какие бы то ни было переживания. Именно переживания, то есть беспокойства по поводу вас. Итак, у нас будет шесть позиций по одной карте, которые, возможно, придется докладывать. И я вас хочу предупредить, что данный расклад носит для вас терапевтический эффект. Вы узнаете какую-то информацию от высших сил, принимаете ее к сведению и прорабатываете внутри себя. Это очень важно. Это нужная для вас информация в любом случае. Даже если сначала кажется, что это все ерунда, но потом эта информация обязательно вам пригодится. Поэтому сразу же не делайте поспешных выводов о том, о чем вы узнаете. Потому что проработав этот момент, вы поймете, что это принесло вам пользу. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиция. Беспокоится ли в данный момент человек о вас? Есть ли у него чувство переживания о вас? И начнем. Для тех, кто выбрал позицию номер один, переживает ли человек, вышла карта еда. Еда говорит о том, что человек не переживает о вас в данный момент. У него нет повода переживать. Либо человек занят каким-то другим делом. Сейчас мы будем разбирать. Тут вышла карта солнца и пазл. Но смотрите, что я могу здесь точно сказать. То, что человек рядом с вами чувствует себя в своей тарелке. Он испытывает к вам чувство, что-то типа любви или влюбленности. Все зависит от стадии ваших отношений. И при этом очень большое удовольствие от вас. Спокойствие рядом с вами. Он чувствует рядом с вами себя, будь то у себя дома. Психологическое такое, знаете, идет равновесие. Как будто вы приводите этого человека в спокойствие, в равновесие. Допустим, если он работал, если ему было тяжело, он может рядом с вами сразу же успокоиться и отвести душу. Вот прям так идет по картам. Но тут идет, знаете, как сейчас на данный момент у человека озадаченность. То есть, возможно, между вами что-то произошло. И он просто думает и гадает о том, насколько то, что произошло между вами, негативно для вас. Вот так. Насколько вы могли изменить к нему свое отношение. Потому что у него-то отношение к вам не меняется. Он именно чувствует любовь или влюбленность и удовольствие рядом с вами. И беспокоится он только о том, что какая-то произошла ситуация, и я не знаю, как реагировать и как на меня прореагируют сейчас. Вот так вот. Изменится ли отношение ко мне, изменится ли отношение между нами. То есть, тут идет знак вопроса в человеке. Он не окрашен какими-то переживаниями, каким-то беспокойством. Он этот вопрос, знак вопроса нейтральный, я бы сказала. Пока что идет именно удивление. Но не более того. Поэтому не могу здесь сказать, что есть именно беспокойство и переживания о вас на данный момент. Вот такая позиция номер один. Позиция номер два. Переживает ли человек о вас, беспокоится ли о вас сейчас на данный момент. Вышла карта зеленая травка. Зеленая травка говорит о том, что человек в принципе сейчас имеет спокойный внутренний эмоциональный фон. Я бы сказала даже, что человек счастлив и доволен. К вам относятся довольно хорошо. Сейчас смотрим дальше, переживает ли он о вас, беспокоится ли. Вышла карта тараканы и песок. Смотрите. У человека есть чувство омерзения к кому-то. К кому-то, кто как будто бы вмешивается в ваши отношения. То есть моя совесть чиста. Я счастлив и доволен. Я никого не обижал. Я не хотел бы никого обижать. К вам он относится хорошо, да. Но есть тараканы. Тараканы это люди-сплетники. Это те, кто вмешиваются в отношения. И к ним возникает некоторое чувство омерзения. Мол, какие-то сплетники, какие-то люди вмешиваются в наши отношения, что-то говорят. Я постараюсь сохранять нейтральную позицию. Я не хочу вникать в то, что эти люди говорят. И разбирать это позитально. Я считаю, что у нас хорошее отношение. А тараканам вообще в нашей жизни не место. То есть у человека именно такая позиция. Он старается о вас не беспокоиться, не волноваться, не испытывать чувство вины. Но он переживает из-за тараканов, которые лезут. Они наговорят ли тараканы какой-нибудь гадости, что может вообще испортить наши отношения. Или не полезут ли до такой стадии, которая дошла бы до того, чтобы испортились отношения. Вот так. Именно такое есть. То есть сам по себе человек за вас не переживает. Он у вас даже, можно сказать, уверен, что вы, наверное, не поведетесь на провокации тараканов. Вот такая позиция номер два. Позиция номер три. Беспокоится ли, переживает ли человек о вас сегодня? Ну, тут карта молнии, тут не просто переживание, тут человек рвёт и мечет, да? Вы вызвали в нём бурю эмоций, либо что-то произошло такое, что для него прям как гром среди ясного неба. У человека внутри всё переворачивается, кипит. Я бы сказала, тут не просто переживание, тут идёт как удар для человека из-за чего-то, что произошло между вами. Он пытается взять себя под контроль, взять свой внутренний огонь под контроль. Но у него очень много страхов, действительно переживаний по поводу вас. Он находится в состоянии кризиса. Ему очень душевно тяжело сейчас. Он пытается прийти в равновесие, но страхи ему мешают. Страхи, какие-то душевные мучения. Я бы сказала, есть чувство потерянности, есть чувство вины внутри себя. Вот здесь идёт колоссальное переживание по поводу вас. Именно с чувством как будто даже вины и беспокойством, постоянным беспокойством. И вот внутри именно большой эмоциональный кризис. Вот здесь чётко могу сказать. Человек в жутком кризисе, и у него может после этого наступить депрессия. Пока что это именно у человека явное внутри возмущение переворот, да? Буря эмоций. То ли сказал ему кто-то что-то про вас, то ли вы ссорились недавно. У каждого проиграется по-разному. Но именно сейчас идёт такое очень сильно острое состояние. Вот такая позиция номер три. Позиция номер четыре. Переживает ли человек, беспокоится ли о вас сегодня? Карта водоворот. Карта говорит о том, что да, переживает, беспокоится и контролировать это не может. То есть прям места себе не находит по поводу вас и по поводу, может быть, того, что между вами происходит. Карта золота жидкая, да, у нас идёт. И радуга говорит о том, что человек вас явно любит, явно испытывает к вам страсть, удовольствие рядом с вами находиться, общаться с вами, не хотел бы вас терять. Но сейчас он именно переживает, беспокоится, может быть, либо сказанул что-то. Боится, что ваши отношения поменяются, что вы поменяете к нему своё отношение. Потому что он-то вас любит, он-то рядом с вами счастлив. И ему бы не хотелось, чтобы между вами поменялись отношения. Но вот как водоворот, да, что-то резко произошло, форс-мажор или что-то негативное. И человек сейчас не может не переживать и не может себя контролировать по поводу этого вопроса. Поэтому, да, беспокоятся, переживают, мучаются. И ему бы хотелось прийти в состояние обратно счастья и равновесия. Но неизвестно, когда, конечно, это произойдёт. Вот такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Переживает ли человек, о вас беспокоятся ли сегодня на данный момент? Ушла карта серые камни. Серые камни говорят о том, что человек может из себя изображать, будь то он вообще не переживает, не беспокоится, но его внутри всё гложет, конечно же. Однако лицо он сохраняет перед окружающими. Цепи говорят о том, что человек не свободен от данной ситуации, которая между вами происходит. Но, однако, его ещё сковывают обстоятельства. Карта льда. Говорит о том, что человек пытается заморозить все свои чувства. Вообще, камни, железо, цепи, лёд. Человек всеми силами не хочет проявлять каких бы то ни было эмоций и показывать свои внутренние страхи, переживания относительно вас. Однако это всё внутри у него есть. Показывает он, не показывает. Однако его эта ситуация явно беспокоит. Он чувствует, что находится в плену каких-то обстоятельств, каких-то, может быть, долгов или обязанностей для окружающих. И как будто не может себя к вам проявлять, так как это действительно стоило бы того. И поэтому у него внутри есть переживания и беспокойство по поводу вас. Такая позиция номер пять. И шестая позиция. Переживает ли человек, беспокоится ли по поводу вас на данный момент времени. Дикобраз. Ну, иголки вот эти вот ежистые, да, они всегда говорят о том, что человек внутри беспокоится, переживает, но будет всеми силами отрицать, воевать, кусаться и говорить, что вообще у него всё в этой жизни супер, ни о ком он не переживает, отстаньте все от меня. На самом деле очень, особенно по этой карте, детских даже психологических травм, переживаний прошлого, переживаний от прошлых, отношений, возможно, которые его много раз травмировали. И этот человек очень сложный. Этот человек очень много имеет, можно сказать, таких в голове, да, переплетений, которые, ну как, он проявляет себя нестандартно. То есть людям кажется иногда, что он действительно со странностями, этот человек. А на самом деле ежится, вот из себя что-то изображает, носит постоянно маску. А на самом деле, да, внутри этот человек о вас переживает, беспокоится. Он беспокоится о том, не поранит ли он вас своими же психологическими травмами и подсознательными страхами. То есть он осознаёт какие-то изъяны в себе, и ему бы не хотелось вас задевать. Но задевать всё время наоборот получается. И он находится в какой-то вот этой вот кабале, где не может и себя проявить нормально, душевно по отношению к вам. И сам же понимает, что этим же и травмирует. То есть это всё очень сложно для этого человека. Внутри его есть чувство по отношению к вам. Ну вот он какой-то ёжик. Вот такая позиция номер шесть. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И до новых встреч.